Ребят, всем привет! Пошлите с нами сегодня в магазин Тифтам. Это не кошерный супермаркет, это большая сеть супермаркетов. И в этом магазине можно купить продукты, популярные на территории бывшего Советского Союза. Короче, это в простонародье русский магазин в Израиле. В общем, заходим. Кстати, у нас сейчас перед Новым Годом все, видите, как красиво украшено. Если вы пойдете в обычный израильский супермаркет кошерный, вы такой красоты не увидите перед Новым Годом. В этом магазине продаются не только, естественно, продукты, популярные на территории бывшего СССР. Здесь продаются любые продукты, в принципе, и обычные израильские продукты. Но я вам не советую покупать такие продукты в русских магазинах в Израиле, потому что здесь идет очень большая наценка на эти товары. Единственное из обычных продуктов, что стоит покупать в таких магазинах, это продукты, цена на которые установлено государство. Например, молоко, сливочное масло, определенные виды хлеба и так далее. В общем, сегодня я вам хочу показать, какие продукты можно купить в Израиле. Продукты, которые знакомы и любимы людям, которые переехали сюда из стран бывшего Советского Союза. А самое главное, я вам покажу, сколько эти продукты стоят в Израиле. Вы офигеете! Тифтам, кстати, это некошерный супермаркет, то есть он работает в Шабаты. Здесь можно купить некошерные продукты, такие как свинина, морепродукты и разные другие вкусняшки. Шпроты, ребят. Можно вот купить в такой красивой стеклянной баночке, можно купить в консервах. Давайте посмотрим, сколько они стоят. Вот такие вот шпроты. Первые попавшиеся взяла, стоит 9,40. Вот такая баночка, здесь 240 грамм. Кабачковая икра, дядя Ваня. Кстати, видите, специально произведенная для Израиля. Тут перевели название. Мемрах кишуим. В обычных израильских супермаркетах такой продукт найти очень сложно. Иногда бывает, но редко очень. В общем, такая банка стоит 12 шекерин. Подсолнечное масло. В Израиле не очень популярно подсолнечное масло. Больше популярно масло канола или оливковое масло. В русских магазинах можно купить и подсолнечное масло. Вот, например, такое масло Благо называется. Стоит 22 шекеля. Кстати, это далеко не самое дешевое масло в Израиле, как вы понимаете. Самое дешевое – это масло канола. Почему я кладу это в телегу? Мы не собирались его брать. Когда я жила в России и очень любила употреблять майонез, моим самым любимым майонезом был майонез «Мечта хозяйки». Вот такая вот банка 900 миллилитров стоит 24 шекеля. Я, кстати, вам, ребята, хожу и показываю только те продукты, которые продаются, как правило, только в таких магазинах. Блинчики с творогом, ребят. Замороженные блинчики с творогом. 800 грамм здесь. А ценника нет. В общем, с трудом найденный ценник. Вот он. Такие блинчики стоят 37 шекелей. Пачка 800 грамм. Естественно, здесь можно купить пельмени. Куда же без пельменей? Давайте какие-нибудь. Возьмем, кстати, пельмени. Это кошерный продукт. И в последнее время израильтяне, нерусскоязычные, стали любить пельмени и их стали чаще продавать в обычных кошерных супермаркетах. Естественно, не свиные пельмени, а пельмени с говядиной или с индейкой. Пельмени киевские. Давайте посмотрим, сколько они стоят. Тоже, кстати, переведены на иврит. Вот такая пачка стоит 30 шекелей. И здесь 1 килограмм. Здесь можно купить замороженные чебуреки. Вот такая вот пачка. Сколько здесь у нас? 600 грамм стоит 27 шекелей. Крабовые палочки. Крабовые палочки стоит такая пачка 7,30. Вот таких продуктов вы стопудов не найдете в кошерных супермаркетах, потому что все морепродукты, кроме рыбы, по сути, являются не кошерными. Все морские гады. Креветки, мидии, кальмары. Поэтому, если вы хотите подкрепиться чем-то таким вкусненьким, то езжайте в русские магазины. Давайте посмотрим, сколько здесь стоят креветки. Вот такие вот креветки обычные. 750 грамм. И стоит такая пачка. Вот ценник у нас 58,50. А упаковка мидий, вот такая вот красивая упаковка мидий стоит 65 шекелей. И здесь 1 килограмм. А вон, кстати, можно свежие мидии взять. За 90 шекелей за килограмм. Да, кстати, вон кальмарчики свежие за 85 тоже есть. Тут даже можно купить минералочку в Боржоми. Давайте посмотрим, сколько она здесь стоит. Вот такая вот бутылка стеклянная. Кстати, ее можно сдать и получить 30 огород обратно. Стоит 6,90. Или вот, например, можно бутылочку минералки и синтуки купить. Внимание, за 10 шекелей. Такую вот маленькую бутылку. Сколько тут грамм? 450 миллилитров, ребят, за 10 шекелей. Святая вода, блин. Андрей, ну прокомментируй, прокомментируй. Черт не! А баллон норм? Не, вот это прикольно. Вот это львовское. Я его обожаю. Давайте вот. Не потому что оно украинское, а потому что оно вкусное и украинское. Ну да. В общем, стоит такое львовское пиво. Маленькая баночка. Сколько тут? 0,5, наверное. Стоит такая баночка. 500 миллилитров, 10 шекелей. Напишите, сколько такое же пиво стоит в Украине. И мы офигеемся вместе. Ребят, ну к пиву-то надо рыбку взять, правильно? Так вот, обратите внимание на минуточку. Не только на всю эту красоту, но и на цены на всю эту красоту. Вот, например, две воблачки такие маленькие. Стоят 40 шекелей. Это, блин, больше 10 баксов. Окунёк солёно-сушёный. 16 шекелей. Давайте посмотрим, сколько здесь грамм. Здесь, ребят, 100 грамм. 100 грамм. А вот эту вот штуковину я обожаю. Сушёные кальмары стоят 17,70. И тоже тут, наверное, 90 грамм. Самый наш любимый отдел в таких магазинах. Это колбасный отдел. Давайте смотреть, что здесь есть. Например, колбаска краковская, дымов. Вот такая вот пачка стоит 42 шекелей. А за килограмм стоит 110 шекелей. Вот так вот. Кстати, здесь тоже можно купить сушёную рыбку. И воблу, и всякие другие рыбки. И цена здесь указана, ребят, не за килограмм. Она здесь указана за 100 грамм. Например, вот эта рыба. Что такое? Да, глаш. Лещ. Лещ. Стоит 8 шекелей за 100 грамм. Также вы можете купить копчёную курочку в Израиле. Без проблем. Яд в упаковке. Яд в упаковке. Почему? Не знаю. Вот так. Сам покупаешь её регулярно. Поэтому и говорю. Понятно, понятно. В общем, курица копчёная стоит 75 шекелей за килограмм. А вот такая вот целая курочка небольшая стоит 112 шекелей. Ну, вот такое вы точно не найдёте ни в одном кошерном супермаркете. Грудинка свиная. Стоит такая вот упаковочка 50 шекелей. Смотрите, какая маленькая. А за килограмм стоит 220 шекелей. Но, скорее всего, она очень вкусная. Колбасный отдел, ребят. Цена здесь тоже указана не за килограмм, а за 100 грамм. Давайте посмотрим, сколько стоит, наверное, самая дешёвая здесь колбаса с салями. 4,50 за 100 грамм. А вот салями такое, такая колбаса с салями стоит 10,50. Вот такая. Конечно, здесь можно купить миллион видов докторской колбасы. Стоит она где-то от 7 до 10 шекелей за 100 грамм. Шоколадный Дед Мороз не хотите за 12 шекелей? Маленький шоколадный Дед Морозик. Кефирчик сваля. Я люблю продукты этой фирмы. Стоит вот такая упаковка 15,50. Кстати, в Израиле в обычных супермаркетах тоже продаётся кефир. Называется он ревьон. И стоит, наверное, раза в два дешевле. Если мы его здесь найдём, я вам его покажу. И, кстати, я его уже нашла. А вот и израильский кефир, ничем не уступающий по вкусу. Кефиру там, к тому же сваля или каким-то другим кефиром. Стоит вот такая упаковка 1 литр. 12 шекелей. Литовский сыр. Вот, кстати, люблю этот сыр. Литовский сыр сваля. Здесь у нас 150 грамм. И стоит эта упаковка 12,50. Надо посмотреть, сколько здесь стоит сырок. Дружба. Что-то здесь с названием не так. Дружба. Только написано Ружба. Ну, там D типа вокруг планетки обернуло. А-а-а, я не поняла. В общем, такая упаковка стоит 5,30. В Израиле можно купить также конфетки. Ну-ка, произнеси правильно, а то меня будут ругать. Лещина. Лещина. В общем, шоколадные конфетки лещина стоят здесь 8 шекелей. Не за килограмм, опять же, ребят, а за 100 грамм. Эти тоже украинские конфетки, да? Украинские. Хорошен, да. Это у нас коробка называется, да, конфетка? Карибка. 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 Стоит 3,50 за 100 грамм. О, Барбариски. Барбариски стоит... Любимые конфеты. Да, 2,60 за 100 грамм. Хлеб Бородинский. Вот такая вот маленькая буханочка хлеба. Стоит 11 шекелей. Здесь 450 грамм. Кстати, в Израиле белый хлеб стоит намного дешевле, чем черный хлеб. Лавашик. Стоит 17 шекелей. Здесь у нас 400 грамм. Вот такая вот маленькая упаковочка латышского ржаного хлеба. Стоит 10 шекелей. 350 грамм. Вот такая вот упаковка сушек стоит 11 шекелей. 500 грамм. Смотрите, тут какие красивые тортики продаются. Торт киевлянка. Стоит 78,50. Большой торт безешный. А, кстати, вот такие сушки, когда я была маленькая, я их просто обожала. Сухари сахарные с изюмом. Кто любил такие сухари? Пишите в комментариях. Здесь у нас 330 грамм. И стоят они 20 шекелей, ребят. 20 шекелей за высушенный хлеб с сахаром. Кстати, ребят, напишите в комментариях, сколько в вашей стране стоят такие же продукты. Будем удивляться вместе. Так вот зефир стоит 20 шекелей тут. 8 маленьких зефирок и 420 грамм. Я чуть не пропустила священный продукт с гуху. Сгущёночка вот такая вот красивая. Стоит 12 шекелей за такую баночку. Здесь 370 грамм. И 2 баночки можно купить за 23 шекеля. Чуть-чуть сэкономить. Правда, не очень это поможет. Самое интересное, ребят, пошли снимать. Андрей не мог пройти мимо. Пойдёмте посмотрим, сколько стоит алкоголь. Водочка, например. Ну, такой вот здесь красивый отдел, а, согласитесь. О, нашли тут водочку 5 озёр. Я эту фирму не знаю. Но видно она где-то вот оттуда тоже. Живая вода, блин. Стоит такая бутылка 60 шекелей. Вот, смотрите. 60 шекелей. Отборный спирт Альфа. Водка русский стандарт. Вот, кстати, красивая бутылка какая. Стоит такая бутылка 94 шекеля. Ребят, я уверена, что вам понравилась наша прогулка по магазину. Если это так, то обязательно поддержите это видео лайком. И скажите спасибо Андрею за терпение. Я уже говорю. Андрей, спасибо. Оператору Андрею спасибо. В общем, ребят, подписывайтесь на канал, если вы этого ещё не сделали. И всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока. Ребят, если вы хотите поддержать финансово то, что я делаю, вы можете нажать на кнопку супер спасибо под видео и задонатить мне ту сумму денег, которую считаете нужным. Ну и на этом точно всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok